Доброго времени суток! В этом видеоуроке мы с вами рассмотрим современный тренажер для катетеризации мочеспускательного канала и выполнение клизмы для обучения медицинского персонала клиник. Тренажер создан на основе орального анатомического строения тела человека. Небольшой вес позволяет легко перемещать и использовать. Предназначен для получения практических клинических навыков. Характеристика тренажера Катетеризация уретры, промывание мочевого пузыря, Мужская уретра 18-22 см, Три физиологических сужения, Два изгиба женской уретры, прямая 3-5 см, Реалистичные сменные мужские и женские половые органы, Электронный контроллер на русском языке для оценки правильности проведения процедур, Сенсорным управлением и голосовыми подсказками на русском языке, Внутромышечные инъекции, Уход за стомой и постановка клизмы. Подготовка к работе При подготовке тренажера к процессу обучения, Тренажер должен располагаться на ровной горизонтальной поверхности. Перед началом учебного занятия по катетеризации, Мочевой пузырь заполняется чистой водой. Для этого наберите жидкость в мешок, Предварительно пережав нижнюю трубку зажимом, И расположите мешок с жидкостью выше тренажера примерно на 40-45 см. Соедините конец трубкой с центральным отверстием на брюшной стенке тренажера и ослабьте зажим. Теперь приступим к подключению контроллера к тренажеру. Для подключения нам нужен блок питания, И кабель, идущий в комплекте. Один конец кабеля соединяем в гнездо на правой части тренажера и зафиксируем его. А другой конец – к задней панели контроллера. Подключаем блок питания. Включите контроллер. Прозвучит вводная информация. Вы используете тренажер компании Медтехника СПБ. Он предназначен для отработки навыков выполнения катетеризации у ретро и клизм у мужчин и женщин. Успешное проведение процедуры будет определено на контроллере. Также при этом будет выделяться имитация содержимого мочевого пузыря. Начинайте процедуру. Тренажер готов к работе. Можно приступать к обучению. Катетер достиг внутреннего отверстия у ретры. Катетер достиг мочевого пузыря. Катетер достиг внутреннего отверстия у ретры. Катетер достиг мочевого пузыря. Завершение работы. После окончания работы отключите питание тренажера. Выключите его из электросети. Необходимо удалить остатки жидкости из тренажера. Протрите тренажер чистой тканью, смоченной теплой мыльной водой. На этом заканчивается наш с вами видеоурок по использованию данного тренажера. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!